дорогие друзья сегодня стартует проект лоскутная осень 9 мастериц покажут свои работы объединенные одной темой проходите по ссылкам ссылки в описании под видео приятного всем просмотра свой проект я начну с декора у меня нашлась вот такая ткань с осенними листочками смотрите какие они прелестные и как раз они мне в тему очень подошли я сейчас окраиваю эти листочки на другую ткань нахожу яркие ткани осенние расцветки и опять прикладываю и окраиваю стараемся находить такие расцветки тканей которые присутствуют осенью красные бордовые коричневатые ну и зеленого немножко вот у меня есть такие конюшки желтые и оранжевые теперь складываем на ткань основу своей расцветочки как вы желаете и скалываем скалываем и выкраиваем вот получилось у нас пять слоев так же проделываем с другими двумя листами если у вас недостаточно ткани если у вас разрезная она получается ничего страшного можно все это вниз и внутрь под листочки положить я выкроила прямоугольник из джинсов но где этот шов проходит там пошло на расширение и я немножко вручную убрала миллиметров пять и на это место приколю декоративный листок наш все эти пять слоев скалываем с джинсой и идем обрабатывать зигзагом я решила взять контрастную нитку красного цвета осенний цвет очень хорошо будет смотреться в изделие так пришиваем все три наших декоративных листочка я один листочек пришила зигзагом теперь надо обрезать все по контуру листа я выбрала зигзаг какой погуще теперь надо нарисовать стебелек от листочка и его тоже вышить то же самое проделываем с двумя остальными листочками а 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 все листочки решиты и вырезаны по контуру теперь намечаем прожилки шириной полтора два сантиметра на каждом листочки по 5 прожилок прошиваем простой прямой строчкой прошили делала закрепочки и все ниточки обрезаем ненужные а теперь эти слои будем разрезать по очереди осторожно не разрезая желтую основу то есть разрезаем 4 слоя вот листочек потом идет красный затем оранжевый и потом коричневатый какой-то зеленым у меня цвет идет а желтый оставляем целом все прожилки прорезаны посмотрите какая красота получается мне очень нравится теперь стебелечки надо прошить как вы думаете что это такое будет напишите в комментариях сразу и осталось нам размахрить это у нас получается синель я выкроила прямоугольник такого же размера как 1 он получился у меня с карманом но с одним я решила пришить второй карман ну что правильно вы угадали будет сумка это будет задняя половина сумочки с двумя карманами я его пришила зигзагом складываем лицом к лицу теперь переднюю заднюю часть и прошиваем с трех сторон я полностью сшила сумочку свою сделала уголки совместила швы но сделала 5 сантиметров вот здесь хорошо что швы у меня не сошлись потому что была бы толщина очень толстая и неуклюжая сумка была бы и прошивать не очень удобно решила ручки пришлось мне пришить окантовку потому что не было возможности подвернуть сумочку иначе бы карманом невозможно было бы пользоваться вот так ручки я прошила внутрь пришила и сверху закрепила двумя строчками размер сумки получился 41 на 36 сантиметров это без припусков и ручки ширина ручек 3 сантиметра и длина 72 сантиметра тоже без припусков вот такая задняя часть получилась двумя функциональными карманами который один был пришит уже на ткани а второй я пришила зигзагом вот такая сумочка вышла и осталось нам только размахлить нашу синель жесткой щеткой я размахлила и обрезаю ненужные ниточки обрезанные нитки лучше стряхивать ванной потому что их уйма и будет у вас все покрыто ниточками синель хорошо получается когда контрастные ткани берешь и больше слоев и ткани берешь хлопчатобумажные они очень хорошо махрятся для синели надо прошивать строчки по косой но в моем случае я не стала придерживаться этих правил и раскроила ткань как получилось как они у меня ложились так и сделала посмотрите какая красота получилась мне так нравится моя сумка осенняя прелесть как вам пишите в комментариях прожилки просто супер получились осенние кленовые и какие-то еще наверное тополиные листочки очень симпатичные буду с нетерпением ждать ваши комментарии и ваши оценки а я пошла другим девочкам на канал и смотреть их работы что же они там плоскутной осени нам предлагают посмотреть вы не забудьте поставить лайк моей работе и подписаться кто не подписан ну и жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео я вам желаю всем яркого теплого и долгого бабьего лета всего доброго до встречи